В мае прошлого года в выпуске новостей мы рассказывали о бедственном положении жильцов дома номер 134 по улице Богдана Хмельницкого. Во время капитального ремонта кровли квартиры верхних этажей серьезно пострадали от настоящего потопа. Ремонтные работы уже завершены, вот только жители дома оценивают их качество на твердую двойку, а представители фонда капремонта нарушений не обнаружили. В ситуации разбиралась Алла Левина. Долгоиграющая история с капитальным ремонтом крыши началась в мае прошлого года. Вскоре в ней было поставлено многоточие. Крышу строители вскрыли и на два месяца пропали. За это время от ливневых дождей пострадало 12 квартир. Разрушенные потолки, испорченная мебель – значительный моральный ущерб. Олег Валюженич до сих пор живет в постоянном напряжении. От потолка периодически отламываются внушительного размера куски. Однажды один из них упал прямо на него. У Олега случился гипертонический криз. Амич рассказывает, врачи скорой не знали, с какой стороны подойти к пациенту, чтобы не попасть под угрожающий обвал. Сырость постоянно, плесень. А я инвалид, тем более мне как плесенью нельзя дышать. Представляете, легкие, ну как болезнь легкие. И вот в таком состоянии постоянно все хуже и хуже. Обращался в суд, сказали, их еще надо найти, кто делал этот ремонт. Они зарегистрированы в Марьяновке, РП Марьяновка. И заниматься я должен искать их там в Марьяновке, приставов искать. И чтобы они вернули мне деньги. Ремонт крыши дома завершен. Только у жильцов осталось много нареканий к подрядчику по качеству выполненных работ. Однако в региональном фонде капитального ремонта не согласны с тем, что претензии жителей являются обоснованными. Начальника отдела технического надзора Михаила Линчевского осмотр крыши вполне удовлетворил. А к примеру, несвойственное этому дому большое скопление сосулек, он объяснил попустительством управляющей компании. Управляющая компания входит в обязанность очищать крыши от снега и, соответственно, сбивать сосульки. Сосулек у нас пока, видите, их тут достаточно много. Но это не относится к капремонту, это относится к обслуживанию. И, соответственно, это обязанность управляющей компании. Поэтому на сегодняшний день, мы будем говорить к подрядчику, в общем-то, по поводу протопления претензий нет. Старший по дому Александр Гелевой видит причину кровельных бед в отсутствии необходимой технической документации. Жильцам не предоставили чертежи, не получали собственники многоквартирного дома и технологические листы об изменении конструкций. У нас, допустим, стояли они диаметром на 150, сейчас стоят на 110. Люди на верхних этажах задыхаются сероводородом. Кроме того, потеки, которые образуются на крыше дома, на пленке, так называемая антиконденсантная, создают большую угрозу получения травм, проходящих мимо людей, потому что от 5 метров сосульки висят, а то и больше. В наличии у жителей Октябрьского округа есть два важных документа, больше напоминающих Филькину грамоту. Под дефектной ведомостью стоит только одна подпись. И это грубое нарушение прав собственников. О смете лишь сухие цифры непонятного происхождения, ни подписи, ни печати. Сделал смету, мы согласны, он взял, огласил. Вот эта смета, вот эта, вот эта, вот эта, будет столько стоить, вот эта, вот эта, вот эта. Когда они составили смету, они должны в первую очередь расписаться, округлить печатью, подписать. Прежде чем начать иммунт, они обязаны, как сказали документы, обязаны читаться за каждую копейку, отчитаться. Что они сделали, как они сделали, куда ушли деньги, кому ушли деньги. Инициативная группа многострадального дома отправила обращение в прокуратуру. Теперь вся надежда на то, что надзорное ведомство разберется в данной ситуации. За счет чего накручена такая сумма, 3,5 миллиона, на такой маленький дом, как наш, откуда это все данные и цифры берутся, не подтвержденные ни одним чертежом, тоже непонятно. Я думаю, что должна ответить на это прокуратура. Каким образом вообще эта ремонтная бригада вообще получила право заниматься ремонтными работами. Вот и все. Алла Левина, Юрий Дорошенко, Обком ТВ Впрочем, по Омску это далеко не единичный случай. Уже зарегистрировано более 600 обращений в суд от жильцов, недовольных качеством капитального ремонта. Сроки программы в Омске давно сорваны, и люди годами ждут, когда к ним придут строители. А если работы все же проведены, то у Омичей все чаще есть нарекания к подрядчикам. Качество проведенных ремонтов работ оставляет желать лучшего. Есть примеры живые подтопления, уже готовые, отремонтированные, по сути, новые кровли. И если раньше люди, скажем так, имели небольшие, может быть, проблемы с подтеканием, то после проведения ремонта топят практически всех. Люди обращаются, естественно, в жилищную инспекцию, в суд. Проблема эта довольно-таки масштабная ухо.